О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства шла речь на коллегии прокуратуры Ненецкого округа. В работе коллегии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, глава региона Александр Цибульский, а также представители органов госвласти, контролирующих и правоохранительных органов. Подробности у Ирины Никешиной. Только за восемь месяцев текущего года окружная прокуратура выявила более 20 тысяч нарушений закона в сфере трудовых отношений. Как отметила начальник управления Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, это очень большая цифра. Выявлены факты уклонения от оформления трудовых отношений с гражданами и выпупи серой зарплаты, нарушения законодательства об охране труда, в том числе связанные с травматизмом на производстве. Не всегда соблюдаются требования к закону о сфере занятности населения и защиты от безработицы. Большая часть нарушений в сфере трудового законодательства связана с задолженностью по заработной плате. При этом соблюдение прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда находится на постоянном контроле прокуратуры округа. Здесь всегда нарушаются права наших жителей, права наших людей, которые приезжают сюда, на нашу территорию, в том числе для того, чтобы и оказать пользу нашему округу, и развивать экономику округа, и за это имеют право получать зарплату. Если находятся недобросовестные люди, которые этого не делают, здесь, наверное, вы в первую очередь должны принимать меры для того, чтобы этого не происходило. Как отметил прокурор округа, среди нарушителей закона в сфере оплаты труда встречаются и недропользователи. Сейчас мы опять начали предприятие, в котором образуется задолженность по заработной плате. К сожалению, что это нарушает закон, но эта организация не состоит по предварительным данным на налоговом отчете. Здесь, значит, имеют подряд контракт с известной нефтяной компанией, зарегистрирована на территории республики Коми и собирает работников из разных регионов Российской Федерации. И зарплату не выплачивают. На сегодняшний день в организациях, не являющихся респондентами статистической отчётности, задолженность по заработной плате имеется в управляющей компании службы заказчика, которая находится в стадии банкротства. Размер задолженности составляет 2,5 миллиона рублей перед 17 работниками. Также задолженность имеется и в МК-сервис в размере 5,7 миллиона рублей перед 28 работниками. Здесь взаимодействие требуется не только на устранение нарушений. Практика показывает, что, к сожалению, мы уже годами не можем возместить зарплату в банкротных предприятиях работникам. И настрой нужен на профилактику. И мы с вами в этих нарушениях. Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в ряде сельскохозяйственных кооперативов региона. Производился перерасчёт заработной платы в организациях, выплачивающих её ниже установленного минимального размера оплаты труда. Только за 8 месяцев текущего года благодаря работе окружной прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на сумму порядка 70 миллионов рублей. Также на коллегии обсудили вопросы соблюдения требований охраны труда, ситуацию в сфере занятости населения и защиты от безработиц на территории региона. Сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Ненинска автономного округа с участием контролирующих органов, органов государственной власти были рассмотрены вопросы. Были выслушаны предложения контролирующих органов и органов власти для решения этих проблем. Мы выслушали прокурорских работников, которые рассказали о том, что есть какие-то проблемы, как они решаются. Я думаю, что в результате принято решение о совместных действиях, направленных на то, чтобы предупреждать все нарушения. Ведь основная цель у нас не наказать кого-то или привлечь к ответственности, то ли к административной, то ли к уголовной, а для того, чтобы восстановить или не допустить нарушения прав. Наверное, легче всего их не допустить для того, чтобы восстановить. В целях решения задач по укреплению законности и правопорядка в сфере трудовых правоотношений, устранения недостатков в организации прокурорского надзора и повышения его эффективности, коллегия приняла соответствующее решение. Продолжение следует...